добрый день коллеги добро пожаловать на подкаст сегодня у нас пришло время традиционного пятничного дайджеста я собрал для вас самые интересные подборки от наших американских коллег от наших канадских коллег вас будет подборка бумаг от топовых аналитиков с топовыми оценками с очень расширенным и понятным обзором сначала мы посмотрим фундаментальный анализ данных акций далее пройдемся по графикам также мы посмотрим на портфель самого успешного трейдера в мире по итогам прошлого года но прежде чем начнем я бы хотел напомнить о дисклеймере и о том что вся представленная информация не является ни в коем случае индивидуальные сон рекомендации не при каких условиях в том числе при внешнем совпадении ее содержания и так поехали давайте посмотрим сначала интересные бумаги напомню что по итогам данного подкаста у вас будет три файла конспект как по которым я сейчас иду у вас будет аудио файл для тех кто любит слушать мой голос и для тех кто любит смотреть будет ролик выложен на youtube канале погнали давайте посмотрим сначала три бумаги которые относятся к разделу nft то есть это бумаги которые следуют за динамика развития индустрии nft первая бумага у нас фанку это тикер fn ko и у нее потенциал роста текущих уровней 47 и 4 процента вторая компания пи элби вай пи элби вай групп и у нее потенциал роста текущих уровней сто шесть и три процента невероятно конечно но быть почти пенни стокс но по цене не скажу что это пенни стокс и третья компании бэй я на самом деле думал что и бэй уже схлопнулась как компания потому что я с ebay был лично знаком мне кажется где-то в 2002 что ли и потом я они вообще ничего уже не слышал у нее потенциал роста 21 процента текущих уровней и она до относится к nft бумаги очень интересно можете подсчитать потом какие доводы приводят топовые аналитики с wall street идем дальше для тех кто хочет разбавить свое портфолио золотом и бумагами которые отвечают динамики золота кто хочет приземлить немного свой портфель на фоне текущей волатильности и размашистости то вот есть топ-5 бумаг которые являются такие золотыми бенефициарами у них оценка strong buy то есть строго покупать первая компания компания кинрос gold кей джейси с потенциалом роста 54 процента от текущих уровней вторая компания это ки-эл кирклэнд лейк с потенциалом роста 13 и 9 процентов от текущих уровней третья компания в этом пресеус металлс и пи-эм с потенциалом роста 10 и 7 процентов от текущих уровней далее у нас идет франко невада фен вис потенциалом роста 15 и 5 процентов и берри голд стикером голд с потенциалом роста 34 и 9 процентов невероятно конечно цифры для золота которая по итогам прошлого года показала но минус 0 минус 5 процентов по динамике и совсем не не было хеджирующим инструментом идем дальше голдманы голдман сакс подобрали три акции и рекомендуют на них обратить внимание до того как они вырастут более чем на 60 процентов первая компания си-эн-ти и си-эн-ти имеет потенциал роста в текущем году 54 процента к росту вторая компания roi с потенциалом роста более 38 процентов от текущих уровней есть мнение что она может дать и все шестьдесят пять процентов от текущих уровней идем дальше идем дальше следующая компания у нас коп коп software с потенциалом роста от 48 до 67 процентов вот по первой бумаге у меня кстати вопрос почему если они написали от 60 проц а вот вот я пропустил если они написали от 60 процентов думаю почему они нам дали только 54 вот от 54 до 102 процентов может вырасти компания си-эн-ти первое в списке все идем дальше три компании три акции с потенциалом с три акции которые относятся к индустрии нефтянки нефтеиндустрии с рекомендации strong buy с шевроном я работал в прошлом году очень так успешно это был свинг трейд по тренду очень их хорошую доходность дала бумага потом она свалилась я из нее ушел текущий потенциал роста у нее 11 процентов от текущих уровней вторая компания и и и audi с потенциалом роста 20 и 7 процентов от текущих уровней и третья компания и pioneer natural пxd с потенциалом роста 24 процента от текущих уровней идем дальше metaverse revolution и три акции с рекомендации strong buy metaverse я хотел бы вас попросить если у вас есть какие-нибудь интересные ресерчи по metaverse делитесь и старайтесь тоже углубляться в эту тему в текущем году потому что это индустрии будут развиваться очень быстро и велика вероятность если не углубляться в эту тему то можно упустить момент входа в интересные бумаги потому что индустрии будут расти очень и очень быстро и она будет идти во все ключевые направления в развлекательную индустрию в рекламную индустрию в игровую индустрию в медицинскую индустрию она будет везде metaverse это это то куда нас всех есть может переместят сначала будет такой комбайн то есть будет смешано смешиваться как реальная реальность виртуальной реальности а потом полноценная будет виртуальная реальность который будет тяжело отличить от от нашей текущей реальности но я в такие моменты когда я очень глубоко изучаю metaverse и всегда вспоминаю выступление илона маска в дубае когда он сказал что вероятность того что мы с вами живем не виртуальной реальности сейчас равняется тысячной доли процентов то есть он не верит что мы живем в реальности из его слов мы живем в виртуальной реальности давно потому что технологии настолько развились что то реальность которой мы живем она создавал уже несколько несколько сотен раз это как игра которая которая постоянно который постоянно играют вот и что мы это часть игры в виртуальной реальности ну вот ну вот это его слова поэтому metaverse это то куда нас всех перемещает поэтому обращайте внимание на данную индустрию если вы занимаетесь бизнесом особенно это очень важно первая компания mptr метр порт с потенциалом роста 56 процентов от текущих уровней в текущем году вторая компания nvidia с потенциалом роста в в текущем году 23 процента и unity software 3 компания с потенциалом роста 46 процентов в текущем году есть более приземленная оценка 39 процентов но консолидированная оценка все равно очень высокая идем дальше для любителей погорячее две акции с рекомендации strong buy у которых очень высокий потенциал short squeeze то есть у них очень высокие short float и они могут в любой момент выстрелить и так первая компания в узи x corporation это в узи и у нее потенциал потенциал что она выстрелит от 130 процентов до 220 это 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 пенис токс просто как они цена здесь нет цены да он посмотрим посмотрим в финвизи невероятно конечно какой там short float можем тоже глянуть camping world holdings си w h с потенциалом роста ну поспокойнее 39 процентов от 39 до 64 процентов может выстрелить бумага идем дальше attractive valuation attractive это что у нас было после госпитализации тяжело переключаться attractive с многообещающей многообещающей бумаги с хорошей оценкой attractive valuation с хорошей оценкой с рекомендации bay bay от текущих от топовых аналитиков раз-два-три еще раз хорошая оценка и может быть хорошим дисконтом акции с оценкой bay от топовых аналитиков и так террадата корпорейшен этот иди си с потенциалом роста 39 процентов у кого то есть оценка сорок восемь процентов но я придерживаюсь вот этой оценки перечитал все тут все-таки 39 более пойдем дальше инвеска знакомы с этим с этой бумагой а и визе с потенциалом роста от 25 до 37 процентов и треть компания дефинитив хеллская диэйдж с потенциалом роста от от 45 процентов в текущем году до 67 процентов ближайшие 12 месяцев идем дальше 2 стронбай акции стокс промит фор гейн которые могут показать себя еще в 2022 году нюрикс терапутикс н р а и x с потенциалом рост 86 процентов в двадцать втором году нереально конечно очень круто и и на вид сити ве кстати йоттикеры не нашел в этом фенвизе фенвизе не нашел к сожалению с потенциалом роста от 39 до 46 процентов в ближайшем году по бумагам все давайте посмотрим на портфеле лучшего трейдера в мире по итогам прошлого года это нэнси пелоси нравится она нам или не нравится нравится нам этот факт или не нравится но это лучший трейдер в мире она заработала больше чем тех крутейших фондов которые мы знаем и и и симонса джеймса и баффета и далее и вообще любых других крутейших управляющих чьи книги мы знаем через стратегии мы знаем чьи мудрости мы знаем они все заработали в два-три раза меньше вот этого инсайдера это жизнь это такая несправедливая штука текущий портфель google дисней роблок серым и мю двадцать первом году она заработала 67 процентов на google и на crm 15 4 процента на роблоксе 48 4 процента на и мю двадцать пять восемь процентов потерял только на disney 12 8 учитесь учитесь вот а мы с вами читаем читаем умную литературу проходим вебинары изучаем тех анализ зачем вот достаточно быть инсайдером смешно смешно и больно и она кстати говоря торгуют просто миллионами миллионами это огромные лоты в котором она входят она она почти торгует почти как к эти правда у к эти целый фонд да и она управляет фонд вает своими деньгами миллион туда 500 тысяч туда вот поэтому вот вам портфель и самого успешного трейдера в мире и кстати и портфель по моему отражу они портфеля и и показатели отражены дискорде можете почитать окей пойдемте посмотрим на эти акции с точки зрения техники точки зрения графиков но а да я еще забыл идти и тиф нет нити раз два три загс загс выпустил очередной крутой отчет по он подобрал 4 бумаги на первый квартал здесь есть расширенный отчет можете почитать в ветке загс подборка акций 4 бумаги дал развернутый технический ответ фундаментальный ответ и также они обновили список акции от которых стоит избавиться из своего портфеля и акции которые стоит купить свою портфель то есть присвоили либо сэл либо бай и я в в финвиз добавил вот эти четыре акции вместе с той подборкой которые мы сейчас с вами смотрели поэтому мы сейчас пройдемся по графикам и посмотрим если там интересные точки входа можно ли на чем-то сейчас на что-то сейчас обратить особое внимание посмотреть как себя ведут эти компании давайте взглянем так ой не не сюда простите не сюда портфолио портфолио как я их сюда вбил а загс плюс вы и так у нас был получил 26 бумаг есть мы купили их сегодня мы бы заработали 186 процентов я добавилась добавил сегодня давайте посмотрим сначала по войл он кто у нас ну большие nvidia gold большие мальчики metroport гуалком лоу вузи бэй понятно что у нас по росту гейн юнити софт растет 5 и 9 процентов куб растет гейч растет хорошо растут прямо хорошо сначала я сегодня забил сначала сессии прям летят в космос все летит в космос хотя по рынку и не скажешь рынок отвратителен посмотрите вот здесь вот это вот это на этой точке 80 процентов нашего портфеля smart smart money вышла по стоп ордеру на на 3 процента нет 5 процентов на 5 процентов вышло порядка 20 процентов портфеля и 3 процента вышло порядка 64 процентов портфеля вот здесь вот осталось в живых только apple только apple осталось живых все остальное выбило давайте вернемся тогда посмотрим посмотрим техническую картину нет и вот итак открываем в скринере на что мы посмотрим по на е кто у нас нормальная оценка на по на е кемпинг кинрос инвеска инвеска кирлэн тсн тайсон все все остальное черненькая уже надо быть повнимательнее ну а там уже лютая переоценка а хотя здесь то вот есть члены ра икса куб диэйч юнити софт идем дальше в эвэлюэйшн давайте вернемся сюда в эвэлюэйшн кто у нас вообще тут хорошо себя вел так файнэншел 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 о роя двести девятнадцати шесть нереально конечно смотреть какие цифры на роя рои 95.2 55.2 33.2 288 давайте посмотрим на перформанс как они себя ведут кто у нас растет на текущей неделе вообще о о пиксди растет неделю месяц квартал полугодия прошлый год и с начала года по-моему еще кто-нибудь так кто-нибудь еще кто-нибудь нет все вот компании которые растут стабильно так технически посмотрим ну не здесь не интересно charts посмотрим у кого есть хорошие тренды для начала давайте фильтронем их фильтронем можем визуально конечно посмотреть нет 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 может быть может быть нет 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 может быть нет может быть нет-нет-нет-нет-нет нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-н-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет- Нет, нет, да, ну, давайте поближе посмотрим, поближе посмотрим, так, что мы сделаем, посмотрим на средние, кто у нас, кто у нас молодец, price above MA50, MA50, то есть, где у нас пересекаются, где у нас 20 выше 50, 50 выше 200 и вообще цена выше всех этих трех, посмотрим, какие бумаги у нас остались, здесь у нас из 25 бумаг осталось 6, кто-нибудь из индексов есть, они все из индексов, может из доу кто-нибудь есть, 1, CVX из доу, с сильным графиком растет все время, смотрите, ни одного провала нет, относится к доу, Идем дальше, кто у нас еще, по S&P, давайте посмотрим, PXD растет все время, но график, конечно, страшный, страшный, я бы работал от 210 с ней, с этой бумагой, EOG, ну, вот, уперлись, ну, все видно, уперлись и бьемся, вырвемся, не вырвемся, вот, должны пробить это все, и потом уже можно спокойно двигаться дальше, тоже все зеленое, все, все прекрасно, TSN, пробой, была консолидация, далее пробой, и посмотрим, что здесь будет дальше, тоже цифры очень красивые, CVX, тоже была консолидация рваная, конечно, ой, смотрите, мы падали на какую, на 20-ю, среднюю падали, это, конечно, даже 50-ю, 50-ю пробивали, в сентябре 200-ю пробивали, надо быть очень аккуратно, с этой бумагой, очень аккуратно, в нереальную волатильность, да, Qualcomm, гопанули вверх в ноябре, успокоились, зафиксировали чуть до хода, проломили 20-ю, ну, да, 20-е, это ее среднее, 50-е вообще даже не смотрит, растет все время очень хорошо, low, low, за неделю просаживается, пробила, почти дошла до 50-й, надо быть очень аккуратными, и сейчас она опять вот показывает слабость, показывает слабость, показывает слабость, надо быть очень осторожным, вот вам бумаги, 6 бумаг из S&P, 1 бумага из Dow, можно, конечно, смотреть по другим параметрам, в целом все равно 6 бумаг будет, даже если мы не будем выбирать индексы, 6 бумаг будет, которые более-менее нормально выглядят, channel up, никто вверх не смотрит, вот такая подборка на сегодня, надеюсь, вам понравилось, бумаги очень интересные, потому что отвечают разным секторам, разным бизнес направлениям, и каждый сможет подобрать для себя то, что интересно именно ему, на этом у меня все, желаю всем хорошего настроения, отличного уикенда и прекрасных выходных, держите верного курса.